Сварка 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 Этот способ зажигания дуги применяют при сварке плавящимся электродом. При сварке не плавящимся электродом возможно зажигание дуги с помощью высокочастотного электрического разряда через дуговой промежуток, создающий его первоначальную ионизацию. Для этого в сварочную цепь на короткое время подключается источник высокочастотного переменного тока высокого напряжения – осциллятор. В установившейся сварочной дуге различают три зоны – катодную, анодную и столба дуги. Катодная зона глубиной от 10 до 4 мм, так называемое катодное пятно, расположена на торце катода и является источником свободных электронов. К катоду устремляется поток положительных ионов, которые бомбардируют его и, отдавая свою энергию, накаляют его до температур от 2500 до 4000 градусов Цельсия. Столб дуги, расположенный между катодной и анодной зонами, состоит из раскаленных и ионизированных частиц. При ручной дуговой сварке, покрытыми электродами, температура в этой зоне достигает 6-7 тысяч градусов Цельсия в зависимости от плотности тока. При сварке же вольфрамовыми электродами в среде аргона, средняя температура в центре столба достигает 15 тысяч, а в гелии – 20 тысяч градусов Цельсия. Сущность процесса дуговой сварки под флюсом заключается в применении непокрытой сварочной проволоки и гранулированного флюса, насыпаемого впереди дуги слоем толщиной 30-50 мм. Возбуждение и поддержание дугового разряда выполняется автоматически сварочной головкой, которая с помощью механизма подачи непрерывно подает в зону дуги сварочную проволоку по мере ее плавления. Дуга горит между концом электрода и изделием. Перемещение дуги по шву осуществляется самоходной сварочной тележкой. Под действием тепла, выделяемого сварочной дугой, плавится электродная проволока и металл сваримого изделия, а также часть флюса, примыкающего к дуге. В области горения дуги образуется полость – газовый пузырь, ограниченная в верхней части оболочкой расплавленного флюса, а в нижней – сварочной ванной. Газовый пузырь заполнен парами металла, флюса и газами. Давление газов поддерживает флюсовый свод, образующийся над сварочной ванной. Дуга несколько отклоняется от вертикального положения в сторону, противоположную направлению сварки. Под влиянием давления дуги жидкий металл оттесняется также в сторону, противоположную направлению сварки. Под электродом образуется кратер с тонким слоем расплавленного металла. Основная масса расплавленного металла занимает пространство от кратера до поверхности шва, располагаясь наклонным слоем. Расплавленный флюс вследствие значительно меньшей плотности всплывает на поверхность расплавленного металла шва и покрывает его плотным слоем. По мере поступательного движения электрода проходит затвердевание металлической и шлаковой ванн с образованием сварного шва, покрытого твердой шлаковой коркой. Автоматическую сварку под флюсом целесообразно применять в серийном и массовом производствах для выполнения кольцевых, прямолинейных, стыковых и угловых швов протяженностью 0,8 метра и более. На металле толщиной от 3 до 100 мм со свободным входом и выходом сварочной головки для начала и конца шва. Расплавленный флюс, покрывающий металлическую ванну при сварке, выполняет следующие функции. Защищает жидкий металл сварочной ванны от непосредственного контакта с воздухом, раскисляет, лигирует и рафинирует металл шва. Изменяет тепловой режим сварки путем уменьшения скорости охлаждения металла, обеспечивает устойчивое горение дуги, улучшает условия формирования шва. Получению швов с высокими механическими свойствами способствует хороший контакт шлака и металла, наличие изолированного пространства от внешней среды. Это обеспечивает благоприятные условия для защиты металлургической и тепловой обработки сварочной ванны. Виды соединений Стыковое соединение представляет собой сварное соединение двух деталей, расположенных в одной плоскости и примыкающих друг к другу торцовыми поверхностями. Угловое соединение представляет собой сварное соединение элементов, расположенных под углом друг к другу и сваренных вместе приложений их кромок. Тавровое соединение – это соединение, в котором к боковой поверхности одного элемента примыкает под углом и приварен торцом другой элемент Как правило, угол между элементами прямой Нахлестное соединение представляет собой сварное соединение, в котором соединяемые элементы расположены параллельно и частично перекрывают друг друга Торцовое соединение – это соединение, в котором боковые поверхности элементов примыкают друг к другу Сущность сварки в среде СО2 состоит в том, что дуга горит в среде защитного газа, оттесняющего воздух от зоны сварки и защищающего расплавленный металл от кислорода и азота воздуха Рабочий пост для сварки плавящимся электродом в среде углекислого газа должен быть снабжен источником постоянного тока, полуавтоматом, баллоном с газом, предредукторным осушителем, подогревателем газа, редуктором, ротаметром, амперметром и вольтметром Сварочный трансформатор состоит из корпуса, внутри которого укреплен замкнутый магнитопровод, собранный из отдельных пластин, отштампованных из тонкой листовой электротехнической стали На боковых стержнях магнитопровода расположены катушки первичной и вторичной обмоток трансформатора Катушки первичной обмотки укреплены неподвижно и включаются в сеть переменного тока Катушки вторичной обмотки подвижны и от них сварочный ток подается на электроды и изделия Провода сварочной цепи присоединяются к зажимам Сварочный ток плавно регулируется изменением расстояния между первичной и вторичной обмотками Для этой цели служит вертикальный винт с ленточной резьбой, который оканчивается рукояткой При вращении рукоятки по часовой стрелке вторичная обмотка приближается к первичной Магнитная связь между ними увеличивается и сварочный ток растет Для установления необходимого сварочного тока на крышке корпуса трансформатора расположена шкала Понижающий трехфазный трансформатор снижает напряжение сети до необходимого рабочего А также служит для регулирования сварочного тока путем изменения расстояния между первичной и вторичной обмотками Катушки вторичной обмотки неподвижны и закреплены у верхнего ерма Катушки первичной обмотки подвижны Сердечник трансформатора собран из пластины электротехнической стали Внутри сердечника проходит ходовой винт с закрепленным внизу под пятником В верхнюю планку крепления первичной обмотки запрессована ходовая гайка При вращении рукоятки ходового винта вертикально перемещается ходовая гайка, а следовательно и катушки первичной обмотки Сварочный преобразователь представляет собой машину, служащую для преобразования переменного тока в постоянный сварочный ток Он состоит из сварочного генератора постоянного тока и приводного трехфазного асинхронного электродвигателя, сидящих на одном валу и смонтированных в общем корпусе Сварочный генератор состоит из корпуса с укрепленными на нем магнитными полюсами и приводимого во вращение якоря Тело якоря набрано из отдельных лакированных пластин электротехнической стали В продольных пазах его уложены витки обмотки Рядом с якорем находится коллектор, состоящий из большого числа изолированных друг от друга медных пластинок К которым припаяны начало и концы каждой группы витков якоря Магнитное поле внутри генератора создается магнитными полюсами обмоток возбуждения, которые питаются постоянным током от щеток самого генератора В распределительном устройстве размещены пакетный включатель, регулировочный реостат, вольтметр, доски зажимов высокого и низкого напряжения и другая аппаратура При включении электродвигателя якорь начинает вращаться в магнитном поле и в витках его возникает переменный ток, который с помощью коллектора преобразуется в постоянный Каждый производственный процесс предполагает определенные отклонения от требований технических норм Если такие отклонения выходят за пределы установленных допусков для конкретного изделия, это брак, дефект, который должен быть устранен Если устранение дефекта невозможно, изделие не может быть принято к эксплуатации В сварочном производстве изделием является правильно сваренный узел или конструкция В изделиях, выполненных сваркой, дефекты различаются по месту их расположения и по причинам возникновения Причинами возникновения дефектов являются Неправильная подготовка и сборка элементов Нарушение режима сварки Неисправность оборудования Небрежность и низкая квалификация сварщика И другие нарушения технологического процесса К дефектам этой группы относятся Несоответствие швов расчетным размером Непровары Подрезы Прожиги Наплывы Незаваренные кратеры Дефекты по причинам их возникновения связаны с явлениями, происходящими в процессе кристаллизации и формирования самой сварочной ванны И окончательного формирования шва Это и трещины в самом шве и околошовной зоне Шлаковые включения, поры Дефекты по месту их расположения это трещины и поры Входящие в поверхность металла Непровары Прожиги Подрезы Наплывы Все они относятся к наружным дефектам и могут быть обнаружены внешним осмотром К внутренним дефектам относятся те же трещины, непровары, включения и поры Но находящиеся внутри шва и не выходящей на поверхность Их обнаруживают только методом неразрушающего контроля Следующая разновидность дефекта Неравномерность шва Появляется дефект по причине неустойчивого режима сварки, неточного направления электрода Если это автоматизированная сварка, то причины в колебании напряжения в сети, проскальзывании проволоки, подающих роликах, протекании жидкого металла в зазоры, неправильный угол наклона электрода Преимущества автоматической сварки под флюсом Высокая производительность Стабильность высокого качества и хорошего внешнего вида сварочных соединений Высокий уровень локальной механизации сварочного процесса и возможность его комплексной автоматизации Снижение удельного расхода электродного металла и электроэнергии Недостатки автоматической сварки под флюсом Возможность сварки только в нижнем положении Необходимость более тщательной подготовки кромки и более точной сборки деталей под сварку Невозможность сварки стыковых швов на весу, то есть без подкладки или предварительной подварки корня шва Преимущества сварки в углекислом газе Повышение производительности по сравнению с ручной сваркой в полтора раза Возможность сварки в любом пространственном положении и стыковых швов на весу Высокая маневренность и мобильность по сравнению с автоматической сваркой Возможность визуального контроля за направлением дуги по стыку Недостатки Сильное разбрызгивание металла при сварке на токах от 200 до 400 А И необходимость удаления брызг с поверхности изделия Затруднено использование на открытом воздухе из-за сдувания защитного газа Внешний вид шва хуже, чем при сварке под плюсом Сварные соединения заняли достойное место в производстве металлоконструкций И свободно конкурируют с заклепочными и болтовыми соединениями Текст читал Сергей Крючков Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok